Волоконный лазер. Лазер – активная среда и, возможно, резонатор которого является элементами оптического волокна. При полностью волоконной реализации такой лазер называется цельноволоконным. При комбинированном использовании волоконных и других элементов в конструкции лазера он называется волоконно-дискретным или гибридным. Волоконные лазеры применяются в промышленности для резки металлов и маркировки продукции, сварки и микрообработки металлов. Линиях волоконно-оптической связи. Их основными преимуществами являются высокое оптическое качество излучения, небольшие габариты и возможность встраивания в волоконные линии. Существует большое разнообразие конструкций волоконных лазеров, обусловленная специфика их применения. Для их изготовления широко применяются как резонаторы типа Фабри, Перо, так и кольцевые резонаторы. Специальными методиками можно создать однополяризационные лазеры, лазеры сверхкоротких импульсов и другие. Во всех волоконных лазерах применяются специальные типы оптических волокон, которые встроены один или несколько волноводов для осуществления оптической накачки. История. Впервые передачу лазерного излучения по оптическому волокну продемонстрировали Илья Сникцер и Уилл Хикес в 1961 году. Основным недостатком их устройства было сильное затухание излучения при прохождении волокна. Однако через несколько лет Сникцером был создан первый лазер, в качестве рабочей среды которого использовалось оптическое волокно, легированное неодимом. В 1966 году Чарльз Као и Джордж Хокхам создали оптическое волокно, затухание в котором составляло около 20 дБ км. В то время как иные существовавшие на то время волокна характеризовались затуханием более 1000 дБ км. Информационная емкость волокна Као соответствовала 200 телеканалам. Внутренний диаметр составлял около 4 микрон, а диаметр всего волновода около 400 микрон. Прогресс в производстве оптических волокон привлек широкое внимание к ним как средство передачи сигналов на большие расстояния. Стремительное развитие волоконных лазеров началось с конца 1980-х. Основные направления исследований были связаны с экспериментированием в использовании различных примесей в оптических волокнах для достижения заданных параметров генерируемого излучения. В частности, особый интерес представляла генерация сверхкоротких импульсов в инфракрасной области спектра. С 1993 года в сенсорике и сфере связи стали широко использоваться промышленные образцы эрбиевых лазеров. В 1990-е годы мощность генерации эрбиевых лазеров превысила порог. В одном вате был продемонстрирован эрбиевый 4-хваттный лазер. После 2000 года привлекли к себе внимание эрбиевые лазеры, показавшие значительный потенциал для увеличения мощности. В течение 1993-1994 годов небольшой коллектив сотрудников российской компании НТО «Эриполюс» разработал первые прототипы волоконных усилителей. Света с диодной накачкой, по мощности превышающая зарубежные аналоги, позже основатели этой компании ВП Гапунцев создал международную корпорацию IPG Photonics, которая в настоящее время контролирует 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности. Ее основные производственные площадки расположены в США, Германии и России. Применение, преимущества и недостатки К преимуществам волоконных лазеров традиционно относят значительное отношение площади резонатора к его объему, что обеспечивает качественное охлаждение, термостойкость, кремния и небольшие размеры приборов в подобных классах требований по мощности и качеству. Лазерный луч, как правило, необходимо завести в оптическое волокно для последующего использования в технике. Для лазеров иной конструкции это требует специальных оптических систем коллимации и делает устройство чувствительными к вибрациям. В волоконных лазерах генерация излучения происходит непосредственно в волокне и оно имеет высокое оптическое качество. Недостатками данного типа лазеров являются опасность возникновения нелинейных эффектов из-за высокой плотности излучения волокней и сравнительно небольшая выходная энергия в импульсе, обусловленная малым объемом активного вещества. Волоконные лазеры проигрывают твердотельным в сферах применения, где требуется высокая стабильность поляризации, а использование сохраняющего поляризации волокна затруднено по различным причинам. Твердотельные лазеры не могут быть заменены волоконными в спектральном диапазоне 0,7-1 микрометр. Они также имеют больший потенциал для наращивания выходной мощности импульса по сравнению с волоконными. Однако волоконные лазеры показывают хорошие результаты на длинных волн, где не существует достаточно хороших активных сред или зеркал для лазеров иных конструкций, и позволяют с меньшими сложностями реализовывать некоторые лазерные схемы наподобие обконверсии. Сферы применения Благодаря широкому выбору параметров волоконные лазеры нашли применение во многих сферах деятельности. В частности, они используются для гравировки и резки металлов промышленности и для лазерной маркировки товаров, где необходима большая пиковая мощность коротких импульсов, следующих заданной частотой. Так, для пластика и металла используются импульсы от 5 до 10 кВт длительностью от 10 до 100 кГц. Это позволяет изменять лишь оптические свойства поверхности без повреждения внутренней структуры изделия. Лазеры до 60 Вт используются при сварке нержавеющей стали в компонентах электроники и медицинских инструментов толщиной в десятые доли миллиметра. Они показали хорошие результаты при изготовлении стентов.